Лунная история Маленькая девочка сидела на песке посреди обширного пустого пространства. Песок, которым была покрыта вся ширь, был серебристо-серого цвета. Он переливался, заполняя свечением все вокруг. Ах, как были радостны и этот песок, и этот свет, и само дыхание жизни. Все принадлежало ей. Все было ее. Она сама светилась от полноты жизни вокруг. Неожиданно сзади раздался шорох ног. Мальчик, чуть постарше девочки, стоял позади. Руки его были спрятаны за спину. Смотри, что у меня есть. В одной руке у него был металлический нож, в другой неизвестная ей вещь. Мальчик был доволен собой и своими игрушками. Он стоял выпрямившись, немного даже самодовольно задрав голову. Смотрел внимательно и прямо. Они играли недолго. Ну, я пойду. Она расстроилась. Иди. Он долго не приходил. А она ждала. Но его манили вещи. Он собирал и разбирал неизвестные ей запчасти. Он складывал новые конструкции. Он был честен и прям в своей страсти к его игрушкам. Она взглянула кругом себя. Его не было. Вдруг впереди она увидела какое-то движение. Эта луна рождала новые камни. Молодые камни были зеленые и покрыты мхом. После они становились серо-серебристыми и к концу жизни распадались. Жизнь говорила о себе, манила к себе. Девочка взяла котомку, что дали ей родители, и пошла вперед. Серебристо-пепельный песок, рассыпающихся камней живой луны, блестел светом далеких звезд. Девочка провела ладонью по пространству, которое было дорого ей, в котором она выросла, пересыпая пески времен. «Пусть весь свет сбережет тебя», — произнесла она полушепотом, ладонями, будто обнимая мальчика, что остался там. Взор ее устремился вперед. Туда, где она точно знала, жизнь кажет себя во всех своих формах и во всей сути ее движения. Шаг, еще шаг, котомка в руках и тепло, что уносила нас с собой, храня в сердце своем его образ. Еще раз обернулась, поблагодарила родных и ушла. Там, на иных просторах, были встречены неведанные существа, их правила, их взоры. Там были песни жизни, что поются для каждого, если слушать легкий шорох пространства Луны. Когда мальчик ее нашел посреди столь любимых им песков, он решил, что это одна из главных его находок. Он любовался ей и сохранил ее в своем сердце. Но, в отличие от многих излюбленных им игрушек, эта была живая. Ее нельзя было взять с собой, разобрать и переделать на свой лад. Он ушел от нее в поисках новых вещей, влекомый страстью и влечением знания о своем существовании. Он ходил, будучи уверен, что она там же, где и была. Ведь и камни, и ветра, абсолютно все было на своих местах. Он вернулся, окликнул и не нашел. Горечь, раздражение, тоска! Коснулись вдруг его. «Где ты, девочка?» Прошептал он ласково одними губами. Лишь ветер ответил ему тихим шелестом. Мы за сотни дорог, и на одном месте сердца их слушали пространство эхо друг друга. Ведь именно так, среди лунных широт, зародилась любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова